Всем привет, с вами Смайт, и вот и продолжается неделя The Elder Scrolls. На этот раз у нас топ 10 модов на Skyrim, как обычно. Также не забывайте, что все ссылки будут в описании. Также не забывайте, что все ссылки на моды будут в описании, вы можете скачать их. Также ссылки будут на моды такие, как Skyrim Skip Extender и Sky Utility. Они нужны для всех этих модов, то, что здесь будут, да. Но всё, давайте перейдём к модам. Десятое место занимает мод Credo Medieval Skyrim Overhaul. Мод изменяет дефолтную броню, делая её похожей на средневековую. Выглядит всё очень здорово и атмосферно. Про неё много не скажешь, но выглядит она реально классно, я попробовал и просто охренел от этого. Девятое место занимает мод Immersive Music. Львиная доля атмосферы зависит от музыки. Именно этим для нас и ценен мод Immersive Music, добавляющий много эпичной музыки, в том числе и из серии игр The Witcher, то есть Ведьмак, которые славятся своим остром, создающим идеальное настроение для Dark Fantasy. Восьмое место занимает мод Violence A Kill Move Mode. Violence позволяет вам контролировать добивающие приёмы для ближнего и дистанционного боя, а также заблокирует большое количество анимаций убийства, не нарушая при этом их соответствия с конкретными типами оружия. С помощью этого мода можно устраивать самую настоящую кровавую баню с отрезанием голов и жестокими добиваниями. Седьмое место занимает мод Brony A Zero Frost. Здесь комментарии излишни. Просто взгляните на скриншот и убедитесь, насколько качественно и круто выглядит броня от этого автора. Шестое место занимает мод Populated City's Towns Village is Reborn. Для тех, кому города, как и мне кажется, слегка пустынными, моды более свыше 200 NPC, горожане, священники, воры, торговцы и так далее. В города деревни Скайрима без использования скриптов. Полезно и атмосферно. Пятое место занимает мод Interesting NPCs. Модификация очень годная, делает Скайрим куда более живым и интересным для исследования. Здесь тебе интересные квесты, некоторые даже лучше многих официальных квестов от беседки. Множество новых колоритных обитателей Скайрима, отлично вписывающиеся в игровой мир, каждый из которых имеет свои проблемы и историю. Добавь сюда еще и крайне приятную озвучку и диалоги, сделанные с душой, и в итоге мы получим настоящий must-have. Без которого уже не представляем свою игру. Настоятельно рекомендую к остановке. Четвертое место занимает мод Immersive Speechcraft. Цельный мод увеличения значения красноречия в игре и предоставлению игроку новых интересных путей в общении с NPC. Основываясь на уровне красноречия у вашего персонажа, вы можете убедить NPC следовать за вами на некоторое время, торговаться, помочь в бою вам и многое другое. Вы бедные, нуждаетесь в нескольких монетах на еду, вы всегда хотели грабить путников на большой дороге, вы хотели, чтобы NPC помог вам чем-нибудь, вы мечтали поговорить с кем-то по годе в Скайриме. Этот мод позволит вам делать эти вещи и даже больше. Третье место занимает мод Скайрим от GK. Отличный лор на улучшение крупных городов и поселений Скайрима, добавляющий множество новых деталей, персонажей и несколько магазинов для лучшего антуража. Не содержит скриптов, что благоприятно сказывается на совместимости и производительности игры. Мод изменяет следующие города и поселения. Города Вайтран, Вильдхельм, Солитюд, Маркетрифтен, Поселения, Ривервуд, Драконий мост, Айваршстед, Рорикстед, Фолкрит, Морфол, Данстер и Винтерхолд. Второе место занимает мод Dark Fantasy Overhaul. Dark Fantasy Overhaul это глобальное изменение для Скайрима, цель которого является мрачной фантазийной атмосферой в игре. Этот мод изменяет только ландшафты и экологические аспекты в игре, поэтому мод в основном совместим с большинством других модов. Рекомендуется использование либо с Climax of Tamriel, либо с каким-нибудь темным ENB. Итак, победитель нашего топа это Forgotten City. Вас ждут уникальные приключения с расследованием таинственных убийств в древнем подземном городе. Мод имеет довольно мрачный нелинейный сюжет, в котором вам предстоит исследовать город в разных временных линиях. Допрашивать подозреваемых решать сложные моральные дилеммы, бороться с новыми врагами и так далее. Особенности. Прекрасный проработан для мельчайших подробностей новый город. Охранящий загадки, тайны, реликвии, которым тысячи лет. Интриги, убийства, расследования, а также на ныточку путешествия во времени. Сложные моральные дилеммы, влияющие на дальнейший сюжет. Различные загадки с не всегда стандартными решениями. Оригинальный оркестровый саундтрек. Более 1200 линий диалогов, озвученных 18 актерами из США, Великобритании, Франции, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Чтобы начать квест, дождитесь курьера с запиской в одном из городов Скайрима. Персонаж должен достичь 5 уровня. Вот и все, ребята, вот все моды, что я вам хотел показать. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребята. Лучку и диалоги сделаны из душой и в итоге мы получим настоящий must-have, без которого уже не представляем свою игру. Настоятельно рекомендую к остановке. Четвертое место занимает мод Immersive Speechcraft. Цельный мод увеличения значения красноречия в игре и предоставлению игроку новых интересных путей в общении с NPC. Основываясь на уровне красноречия у вашего персонажа, вы можете убедить NPC следовать за вами на некоторое время, торговаться, помочь в бою вам и многое другое. Вы бедные и нуждаетесь в нескольких монетах на еду? Вы всегда хотели грабить путников на большой дороге? Вы хотели, чтобы NPC помог вам чем-нибудь? Вы мечтали поговорить с кем-то по годе в Скайриме? Этот мод позволит вам делать эти вещи и даже больше. Третье место занимает мод Skyrim OGK. Отличный лор на улучшение крупных городов и поселений Скайрима, добавляющий множество новых деталей, персонажей и несколько магазинов для лучшего антуража. Не содержит скриптов, что благоприятно сказывается на совместимости и производительности игры. Мод изменяет следующие города и поселения. Города в бою. Шестое место занимает мод Pepleted Cities Towns Village is Reborn. Для тех, кому города, как и мне кажется, слегка пустынными, моды более свыше 200 NPC, горожане, священники, воры, торговцы и так далее. В города деревни Скайрима без использования скриптов. Полезно и атмосферно. Пятое место занимает мод Interesting NPCs. Модификация очень годная и делает Скайрим куда более живым и интересным для исследования. Здесь тебе интересные квесты, некоторые даже лучше многих официальных квестов от беседки. Множество новых колоритных обитателей Скайрима. Отлично вписывающиеся в игровой мир, каждый из которых имеет свои проблемы и историю. Добавь сюда еще и крайне приятную... Восьмое место занимает мод Violence a Kill Move мод. Violence позволяет вам контролировать добивающие приемы для ближнего и дистанционного боя, а также заблокирует большое количество анимаций убийства, не нарушая при этом их соответствия с конкретными типами оружия. С помощью этого мода можно устраивать самую настоящую кровавую баню с отрезанием голов и жестокими добиваниями. Седьмое место занимает мод Brony of Zero Frost. Здесь комментарии излишни. Просто взгляните на скриншот и убедитесь, насколько качественно и круто выглядит броня от этого автора. Всем привет, с вами Смайт и вот и продолжается неделя The Elder Scrolls. На этот раз у нас топ 10 модов на Скайрим, как обычно. Также не забывайте, что все ссылки будут в описании. Также не забывайте, что все ссылки на моды будут в описании, вы можете скачать их. Также ссылки будут на моды такие как Скайрим Скрип Экстендер и Скай Утилис. Они нужны для всех этих модов, то что здесь будут, да. Но все, давайте перейдем к модам. Десятое место занимает мод Credo Medieval Skyrim Overhaul. Мод изменяет дефолтную броню, делая ее похожей на средневековую. Выглядит все очень здорово и атмосферно. Про нее много не скажешь, но выглядит она реально классно, я попробовал и просто охренел от этого. Девятое место занимает мод Immersive Music. Львиная доля атмосферы зависит от музыки. Именно этим для нас и ценен мод Immersive Music, добавляющий много эпичной музыки, в том числе и из серии игр The Witcher, то есть Ведьмак, которые славятся своим остром, создающим идеальное настроение для Dark Fantasy. Витран, Виндхельм, Солитюд, Маркетрифтон. Поселение, Ривервуд, Драконий мост, Айварстед, Рорикстед, Фолкрид, Морфол, Данстер и Винтерхолд. Второе место занимает мод Dark Fantasy Overhaul. Dark Fantasy Overhaul это глобальное изменение для Скайрима, цель которого является мрачной фантазийной атмосферой в игре. Этот мод изменяет только ландшафты и экологические аспекты в игре, поэтому мод в основном совместим с большинством других модов. Рекомендуется использование либо с Climax of Tamriel, либо с каким-нибудь темным E&B. Итак, победитель нашего топа это Forgotten City. Вас ждут уникальные приключения с расследованием таинственных убийств в древнем подземном городе. Мод имеет довольно мрачный нелинейный сюжет, в котором вам предстоит исследовать город в разных временных линиях. Допрашивать подозреваемых, решать сложные моральные дилеммы, бороться с новыми врагами и так далее. Особенности Прекрасный проработан для мельчайших подробностей новый город, охранящий загадки, тайны, реликвии, которым тысячи лет. Интриги, убийства, расследования, а также на ныточку путешествия.